Приветствую вас. Как мне видится, история у вас такая, что проблема, ну, явно не в родителях ваших, которые жили там как-то вот не бедно, да, как вы пишете или что-то ещё. Вот. Проблема не в том, что они стали устроить против вас какие-то козни совершенно, а проблема заключается, на мой взгляд, в том, что вы на это реагируете. Вы реагируете, во-первых, так, что вам неприятно, вы реагируете на это так, что вы используете их же методы, вот, вы реагируете на это так, что вам очень болезненно это слышат. И вот мне думается, что вам нужно рассмотреть этот момент. Почему вас так задевало? То, что люди вам, к примеру, на самом деле, например, завидуют, да? То есть, если люди завидуют вам, к примеру, то у этого, ну, наверняка, есть какие-то причины, да, какие-то основания. То есть, они почему-то это делают. Но, как правило, как правило, это связано именно с тем, что у людей есть какие-то, ну, вот, свои какие-то проблемы, свои какие-то трудности, да, вот. А у вас накопило. А у вас, вы испытываете какой-то, вот, прям, негатив. Ну и, соответственно, давайте, вот, подумаем, как бы, откуда этот негатив у вас взялся, к примеру. Так, вот, а почему у вас этот негатив, негатив взялся, вот, что конкретно вас задевает в этой ситуации? И почему вы сравниваете себя, значит, с другими людьми, особенно с тем, кого вы, ну, считаете, там, как бы, ниже себя, вот. С чем это связано, опять же, вот. То есть, мне обидится так, что на этом нужно разбираться. Вот. Это, это нужно разбираться. Дальше. А, значит, не люблю конфликты, интриги, прочие вещи, индустрируют меня соседям, если за все рамки. А, я думаю, что, вы не обратите внимание на них, потому что соседей вам не переделать. Они видят в этом какое-то развлечение, да, они видят в этом какое-то, ну, типа, как народную, ну, типа, как добаву, типа, как игру. Вот. Для них это все выглядит, ну, примерно так. Для них это все выглядит именно как игра. Вот. Но вам, вы не просто не обращать мне это внимательно. А до тех пор, пока вы это делаете, до тех пор, пока вы обращаете на это внимание, да, они будут видеть, что на верном пути и, соответственно, будет действовать в этом направлении, потому что видят, что это за дела. Вот. Завистливые приходят называть вещи своими именами, понимаете? То есть, как бы здесь вы даете оценку. Вот знаете, в моем понимании, когда человек дает оценку другим людям, да, вот, ну, как вы, как вы, он скрывает тем самым, да, он скрывает свои какие-то, ну, желания подсознательные, которые у него есть, у него есть, вот, и, связано это с тем, кто их подавляет, короче говоря. В последнем случае, вам бы не хотелось назвать, назвать людей зависимыми, вот, вы бы, ну, просто назвали бы их, ну, просто вот такие вот, ну, соседи вот, они ведут себя так, почему-то там их что-то раздражает, например. И все. Вот. Дальше. Значит, вы пишете, что, так, придут против меня сплетни и говорят гадости, ну и что, опять Марина, ну и что, что они это делают? Вас это задевает, почему? У людей нет своей жизни, нет своей жизни, а вас это задевает, что они говорят. Знаю их 5 лет, то есть уже почти 30 лет, ну, ничего не меняет, или вы думали странное, если они ваша семья. Мама моя работала на хорошие должности, жили не бедно, а сейчас родителей уже нет, осталась бабочка, болящая и постоянное осуждение в мою сторону, какая я плохая внучка, не смотрю за бабочкой, не кормлю ее. Люди внутренне куда-то сливают свой негатив, они его сливают, в это никак не остановят. Хотя это вранье, наглое полнейшее, но вот просто у вас это задевается, говорят потому, что вы сами, сами, возможно, испытываете вину перед бабочкой, и сами, сами, сами сомневаетесь в том, насколько вы много для нее делаете. Это ваши проблемы, что вы не уверены, не уверены в себя. Это ваша, как бы, реальность, что вы себя обвиняете. Почему вы себя обвиняете, из-за чего вы себя обвиняете, это очень другое, это уже история, это уже момент. Один бездельник, сорока лет, который не работает, живет на пенсии, слывается с ним, ни разу мне больше надо, без детей, некрасиво, конечно, вот так обсуждать его, но я использую их же методы. А кто вам дал право, Марина использует их методы. Самое главное, чем отличается от этих людей, используя их же методы. Чем вы лучше? В сговоре с пожилыми сплетницами подъезда, которые в лицо мне кричали, как много денег мои родители якобы оставили, на них поймал сиделку моей бабочки, начал лить и грязь на меня, сиделка не отреагировала, как ему бы хотелось. Ну, здесь вы уже, мне кажется, в какую-то такую манию удараетесь, что, знаете, как бы, ну, то есть, собираете людей. То есть, у вас, откуда время-то есть на все эти вещи? Почему у вас есть время реагировать на сплетни людей, у которых, крат-таки, времени этого в достатке? Вот, и все, спросите себя, почему вы обращаете внимание на это все? Почему вас задевает такого уровня уколы? Почему вы не можете быть выше этого? Спросите себя, чего вам не хватает. Не представляю, как дальше жить с такими людьми. Да никак не видеть, просто здоровайтесь, просто приветствуйте, улыбайтесь и все, соглашайтесь со всем, что они про вас говорят. И все, вы все равно их не измените. Про принцип амортизации прочитайте. Вот. Перестал здоров. Это плохо, просто говорят о том, что люди правы. Ну, то есть, для людей это говорит, что они правы. Раз, это вызвало у вас реакцию. В душе очень неприятно и обидно. А почему неприятно? Из-за чего неприятно? Чем это вас задевает? Обидно. А чего вы ожидали? Обиды, это ожидания завычные. Чего вы ожидали, Марин? Потому что ничего плохого им никогда наша семья не сделала, а даже и помогали им иногда. И вы ожидали, что они будут относиться к вам так же? А для чего вы им помогали? Для ответа? Это не работает так. Вы помогали, потому что вам так хотелось. Они ведут себя так, потому что им так хочется. Это нормально. Еще раз повторю. Нужно брать личную ответственность на себя за то, что происходит с вами. И понятно, что люди это делают просто, как вы говорите, из зависти, но это говорит о культуре и о занятости людей. А вы, если реагируете на это, вы, если на это реагируете, по сути, находитесь на одном уровне с ними. Почему? Вопрос. Так. Как вести себя в такими заседаниями? Абсолютно вездливо, приветливо, спокойно, со всем соглашайтесь. Вот. Пошелые сплетницы в лице улыбаются, на глаза говорят неприятные вещи. Ну и опять же, опять же, Марина, неприятные вещи вам. Это вам неприятные вещи, это не им, а вам. Вам это неприятно. Вот. Разберитесь с тем, почему вам неприятно. Разберитесь с тем, что вас задевает в этом. Я не знаю, может быть, желание быть хорошим для всех. Я не знаю, может быть там, как какая-то, ну какая-то ещё потребность в чём-то, в чём-либо, вот, я не знаю, но разберитесь с этим, посмотрите на это, это важно, это очень важно. И будет понятно. Что конкретно ваши задевают. Вот так. Я думаю, я думаю. Родителей вы не измените. Ой, это не родители, а соседи. Соседи вы не измените. Вести себя нужно, как бы, исходя из того, как вы чувствуете. То есть понятно, что если вам не приятно, то чувствуете вы себя не очень хорошо. Это понятно. Это понятно. А почему вам это неприятно? Ключевой там момент. Вы же об этом не говорите. Вы же на это внимания не обращаетесь. А если это происходит, то это перенос ответственности. По сути дела. По сути дела. Вот именно перенос ответственности и ввергает вас в состояние фрустации. То есть, что-то происходит со мной, а виню-то я других людей. И из-за этого происходит круговорот. Вот. Вот так. Не видится. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, как вести себя с такими соседями, в соответствии с принципом амортизации. То есть, соответственно, соглашаетесь, подтверждаете, говорите все да, все так, такая плохая. Все. Если вдруг кто-то начнет жаловаться, к вам придут, увидят, что все хорошо и все будет нормально. Кто-то хочет проверить ваши деньги, там, налогу, доходы свои предоставить, декларация доходов, все будет понятно. Все-все. А вот мотив бороться с соседями, это не связано никак с этими самыми соседями. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если это сделает его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok